Зовут меня Харнеев Виктор Иванович. Я из Донских казаков. Начал я с первого круга, который собирал Борис Лимонов в 90-м году, 3 ноября. После этого я участвовал в трех командировках, последняя, первая, Чечня, потом работал с детьми в интернате, потом как-то отошел, потому что болел, думал, что... В последние годы три или четыре, благодаря интернету, детишки, которые, ну, молодые люди, которые с этими телефонами приходят на конюшню и показывают мне сюжеты, что-то, о казачестве, которые укладывают в интернете. Мне это стало не нравиться. Я стал интересоваться, что к чему. Поездил по несколько кругам. Так был на мероприятиях, хотя я их и не люблю. Народ нас называет ряженными, клоунами. Почему ж такое получилось? Хочется мне этот вопрос поднять. Вот. И как выходить с этого положения? Я знал многих казаков, которые жизнь свою не пожалели. Выполнили закон за други своя живот положить. Вот. Неужели они этого хотели, когда погибали? Я думаю, что нет. Начал потихонечку разбираться. Во-первых, очень много людей, которые пришли, будем так говорить, в казачествах, которые ни сном, ни духом, а проще, я говорю, даже ихняя бабушка в одном составе поезда. Все законы, традиции казачьи. Половины не знают. Естественно, они их не могут соблюдать. Вот смотрел репортаж. Казачьи заходит, вроде казак, в вагоны полковника. На голове папаха. И говорит, я Сережа из Воронежа. Человек этот даже представиться, как казак, не может. А точнее, он не знает, как правильно представляться. Ну да бог с ним. Не в этом дело. Вот. Мое мнение. Такое, что что-то у нас идет неправильно. Клоун. То, что меня лично клоуном называют, амряжиным. Я же не буду на каждого в суд подавать. Наверное, нужно следовать. Зимой эта вода. Руба казакова. Зимой кондиционного совета. Я согласен с ним. Первое мое действие было. Это встреча с колоками. Которого я знаю. Всем не нравится. Я не такой. Вот. Некоторые могут сказать, что там мне не нравится. И всем не нравится. Вот. Первое действие. Точнее это. Я встретился с отцом семьи. Этот священник, который в емпархии поставлен нас окорблять. Вот. Сначала у него было славление. Попросил. Вот. На встречу я считаю, что сначала нужно было встретиться с атаманом. Вот. Часть атаманов на эту встречу почему-то не посчитала нужным приехать. Часть представила своих представителей. А та. Тот атаман, который пришел единственный. Он это воспринял как рекламный ролик. Мы, мол, работаем. У нас все нормально. Ну, вы работаете хорошо. Только работа-то она разная бывает. И что там нормальное. То, что вы нашли этот самый способ даже зарабатывать деньги на этом. И восстанавливаете храм. И восстанавливаете храм. Да, дело нужное. Кто против. Но не в этом заключается работа. Я считаю, атаманская, по крайней мере. Могу рассказать один о экзотичном случае. В Приднестровье было. Тоже атаман подходит к казаку. Зима. Время было зима. Подходит к казаку и говорит, у меня есть акваланг. Мы, значит, пробиваем прорубь. Ты ныряешь на ту сторону. И оттуда притаскиваешь нам языка. Когда казак начал атаману объяснять, что кто ему там будет на той стороне прорубь пробивать. Как он эту языка живого потащит. Ему тоже нужен акваланг. Любой бы другой здравый человек, я считаю. Он бы, наверное, ну, смутился. Сказал, что ерунда упорит. Нет, этот Аман не смутился. Он сказал, да, не продумали. Ну, ничего, будем работать дальше. Было бы это все смешно, если бы не было так горько. Неужели нас такие атаманы окружают? И на 70 процентов, наверное, столько же. И действительно таких атаманов. Тридцать лет они работают. В итоге нету ни квадратного метра земли казачьей. Нету никаких этих подразделений казачьих. Были попытки там и дружинников нас превратить. Вот. Ну, все это как-то уходило непонятно куда и зачем. И проще сказать так. Казаки – это народ. Кто б там что ни говорил. Пускай мне докажут те люди, которые казаки считают в военном сословии. Как так может люди, или же еще смешнее, люди, которые не работали, не хотели работать на Барина, убегали на Дон и становились казаками, как на вскоре утили. Как такие люди неграмотные создали лучшую армию в то время? Как они такие законы действительно демократические придумали? Как так может быть? Беглые, которые убежали от Барина и это все смогли совершить. И почему тогда, если мы воинское сословие, имеем свои обычаи, традиции, которые может иметь только народ. Даже законы казачьи свои имеют. Правда, я аж еще раз повторюсь, их, наверное, кто-то забыл, а кто-то не знал, а кто-то жить по ним не хочет. Вот, я думаю, мое упущение в том, что хотят действительно из казаков опять сделать воинское сословие. Откуда-то взялись анкеты, кому нужен мой размер ноги, головы, что мне кто-то будет покупать сапоги или это самое, или папаху, или фуражку. По казачьим законам казак себе справа сам собирает. Зачем нужны какие-то удостоверения непонятные? Я за 30 лет лично я не имел ни одного удостоверения. И оно мне нигде не понадобилось. Меня знают в Сибирском войске, в Тернском войске знают, в Кубанском, в Донском, естественно. И никто у меня не спрашивал удостоверения. Почему другому народу, там, татарам или это самое, или любому другому удостоверению не нужно, что они являются народом татарами или там другие. Все сводятся к тому, что хотят какую-то службу казакам. То, что будут казачьи войска, или же дивизии, или это, я в это не верю. Был уже такой опыт, полк называли казачьим, хотя казаков, казака там ни одного и не было. Но по этой, по моде, было такое. Кто хочет служить, никто не мешает человеку служить. Везде. В армии, в милиции, МЧС, в лесной охране, какую они на службу, все предлагают. Ну, пожалуйста, иди, получай специально, если ты дорогу. Вот. Проходишь, соответствуешь, пожалуйста. Сейчас, вон, рекламы даже в автобусах, что нужны это самые люди, которые хотят служить. Как казак, как казак. Служить никто не будет. Казак это специальность, по которой можно будет пристроиться куда-нибудь на службу. И потом. У нас начали вешать себе погоны. Непонятно откуда они взяты. Вот. Я согласен. Люди, которые пришли с армии, получили законно погоны. Но это их законы, это их законные погоны, которые он получил в армии, когда он служил. В казачестве он и приказным не может быть. Да, если ты чем-то занимаешься, добрым для этой самой, да, пожалуйста, подтверждай свои погоны, носи их. Только войны нету. Зачем нам погоны-то? Будет война, оденут погоны без нас, кому придется служить. И никто не будет спрашивать, казак ли или нет. Попадаешь ты в это самое, на формировку, значит, оденут тебе погоны и пойдешь служить. А так, это, я считаю, это шутовство. Поэтому нас и называют люди ряженными. Кроме того, это не я придумал, это жизненный закон. Рыба гниет головы. Я вам рассказал один анекдотичный случай про атамана. Могу еще рассказать. И очень много. Я раньше как-то к атаманам относился с уважением. Думал, действительно, люди умнее меня, знают, куда нас поведут. И уже скоро, как Моисей и евреев по пустыне 40 лет, а у нас уже 30 лет, как нас водят. И ни к чему мы до сих пор не пришли. Все круги, все круги, они заранее готовятся. И заранее известно, кто будет атаманом, кто его товарищ атаманом, кто какую службу будет занимать. А казаки там нужны чисто для массовки, как для съемки фильма. Или как свита у короля создается. Я не буду говорить фамилии, чтобы не сделать им белый или черный пиар. Но это я присутствовал сам. Если какой-то вопрос начнется, возникнет в том, что я это придумал. Или кто-то скажет, что это ложь. Я любому могу в глаза сказать. Поэтому я и на Благовещение и хотел собрать для дружеской беседы, для попить чайку. Даже с банкой варенья приехал на эту беседу. Хотел у них спросить их мнение. Обо мне сейчас ходит плохая молва. Что типа я какой-то сепаратист. Собрался это самое. Всех атаманов свергнуть. Вот. И казаков с мужиками объединить. И все прочее, 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 прочее. Вот. Ложь это. Самое настоящее. Никого я свергать не собираюсь. А глаза казакам я открою. Попытаюсь, точнее, открыть. Почему такое происходит. Уже заранее это. Все знает, что я какой-то объединительный круг собираю. Не говорил я такого слова объединительный никогда. Да. Я и мое выступление считайте как приглашение на круг. Круг будет проходить 8 мая в Семилуках на поклонных крестах. 8 мая почему. Вот. Тоже это все продумано. Чтобы люди не смогли уехать там на дачи. Потому что 9 мая, кроме того, что праздник Победы, ну еще и Красная Горка. Православные не будут на даче работать. Такой день. Поэтому именно на этот. Именно по той же причине я на Благовещение на 7 апреля собирал атаманов. Потому что атаманы не должны, по идее, были работать в этот день. Если они православные. А не православным казакам не может быть. Ну еще бы мне хотелось сказать. Про епархии. Начинают казаки ходить из епархий из одной в другую. И ставят себя, я не знаю, выше всех, наверное. Вот в этой. Там служба не так ведется. Там служба не так ведется. Ты идешь не на службу, ты идешь к Богу помолиться. Есть крест над храмом. Значит, это храм православный. Если на нем нету креста, значит, он не православный. Все легко и просто. А ходить из одной епархии в другую и искать, где лучше. Это, по-моему, нонсен. Бог, Он есть во всех. А то находит какие-то случаи. А, да там вот не так, там не это. Да как ты можешь осуждать? Ну, хотя бы для этого надо духовное семинарие закончить, чтобы знать, чтобы осуждать. Был у нас один такой казак. Тоже ходил, всех осуждал. Вот. Говорил, что он учился. Учился. Никто против. Ну, не доучился. Поэтому епархия у нас одна должна быть. Не нужно их десять нам. И вообще это не наше дело. Это епархия наша должна следить за тем, чтобы не было их десять. А то и двадцать будет скоро. Вот. Вот. Еще что хотел сказать. Круг. Да, мне бы хотелось, чтобы он был объединительным. Хотя бы тех казаков, которые живут в Воронеже, на Воронежской области. Вот. Вот. Но я не призываю там казаков покинуть те движения, в которых они сейчас находятся. Когда был первый круг в Воронеже в девяностом году, мы назывались просто Воронежское землячество донских казаков. Можно и сейчас вот к этому вернуться. Можно другое, любое название. Вот. Было бы хорошо это. Мне было бы радостно, если бы действительно на этом круге хотя бы совершил. был создан Координационный совет. Вот. Который выберут действительно казаки на круге. Потому что это единственный закон, который казаки подчиняются кругу. Человек, который бы возглавил в этот Координационный совет, это, я говорю свое мнение, не чужое. Человек этот должен был быть годом, годов лет 40-50, не моложе и не старше. Молодой еще у него в голове молодость играет. Старого тоже это. Не зря же казаки на службе состояли до 55 лет. Потом уже получалось ими делать нечего было. Вот. Желательно, чтобы этот человек имел какое-то юридическое образование. Не обязательно, чтобы он был военный. Не обязательно он даже был какой-то там боевик, спецназовец и все прочее. Вот. Мы живем гражданской жизнью. И надо сейчас решать именно гражданские вопросы. Вопросы они легкие и простые. Вопрос первый о земле. Казак никогда не воевал ни за белых, ни за красных, ни за зеленых. Казак всегда воевал за свой присуд. Присуд это земля. Казачья. А земля казачья это земля предков. По-другому она называется отчизмом. Это первый вопрос. Я уже говорил. Земли у нас казачья нету метр на метр. Мне будут говорить, что вот у нас там есть фермеры. Казаки фермеры. Да, я ничего против не имею. Казаки пошли фермером заниматься. Я тоже занимаюсь сельским хозяйством. Я разгожу лошадей. Теперь уже. Вот. Но фермерская земля это не казачья земля. Второй вопрос. Воспитание наших детей. Как я не бился. Но в одиночку я своих даже как сыновел казаками не воспитал. По крайней мере я их такими не считаю. Может кто-то их и считает. Потому что они тоже лампас одевают. Но я их не считаю. И по воспитанию детей дальше. У нас в Воронеже. Точнее в Воронежской области. Находится два кадетских корпуса казачьих. Казалось бы надо радоваться. Смеяться даже. Ну не смеяться, а радоваться. Опять же все было бы хорошо если бы не было так плохо. Я понял. А почему она не показывает времени? Так как я занимаюсь сельским хозяйством. Я приведу такой простой пример. Если взять утку. Положить под нее куриные яйца. И наоборот. Утиные яйца под курицу. Они выведут. Вот. Но воспитать они не воспитают. Если кто-то обиделся за такой пример. Могу пример, что касается людей сказать. Пожалуйста. Турция. Лучшие воины. Турецкие, как у нас спецназ там или как можно назвать. Это янычары. Но янычары турками не были. Наоборот. Мальчиков 5-7 лет отбирали. Именно из православных семей. Вот. На берегах плен брали. Вот. И потом воспитывали их янычары. И лучшая честь для янычара получалась, когда у него на Ятагане стояла берцовая кость именно православного человека. То есть воспитывали его так, что он и маму и папу зарубит и кого угодно. И этому клеву мы дались его и у нас какие-то классы казачьи создавали. Вот. Но все это, я считаю, мартышкин труд. Если он урок сидит в казачьем классе, а выскакивает на перемену и получается в обычной школе, никакого воспитания не будет. Поэтому по воспитанию, по воспитанию, нужно нам тоже задуматься. Что это наши подонки и что из них вырастет. Об этом тоже нужно думать. А воспитывают даже в конец, в этих корпусах, люди, которые к казачеству вообще отношения никакого не имеют. Это та же утка с цыплятами, с куринами. Да, многие из них и справу даже одели. Еще и красивую даже одевают. Но казак состоит в ней не в справе. Но казак в духе состоит. Но не в справе. Я мог бы для этого приглашения и справу одеть. И кресты у меня есть, не за колхозные поля, а за боевые действия казачьих подразделений. Ничего от этого не изменится. А у нас наоборот. Главное форму одеть. А про дух забывают. Мало того про дух. Про законы про казачьих люди забыли. И люди еще хотят себя назвать казацами. Тоже могу пример анекдотичный, можно сказать, привести. Допустим, попадаю я в тюрьму. Захожу и говорю, что я вор в закон. Долго я проживу после такого выступления. Даже если и меня останут там жить, но жизнь мне это точно не порадуется. То же самое и я. Не слушайте тех атаманов, им просто нужна свита. Что они вас утроят куда-то там на службу. Потому как за 30 лет я обещаний от этих атаманов слышал разные. И бензин пойдет, мы будем продавать. И солярка пойдет, мы будем продавать. И мини-тракторы к нам пойдут. И чего только не пойдут. Мне даже лошадей один этот самый бегал, обещал. Я до сих пор их жду. Вот. Это у них такие же методы, как у наших депутатов. Перед выборами пообещать все, что хочешь. Даже что ты не хочешь, это тебе пообещай. Но потом, естественно, это не выполнить. Вот поэтому я всех казаков, думающих, по крайней мере. Тем, которым мне нравится, что их называют ряжеными. Тех казаков, которые по духу казаки. И приглашаю на этот круг. И не будем мы там создавать. У нас сейчас, я сначала думал, семь оказывается. А на самом деле оказалось девять казачьих движений. Не будем мы там десятое движение создавать. Оно не нужно никому. И самое главное, самое главное. Вот это разъединение, это же не нам нужно. Это нужно нашим друзьям, которые улыбаются от этого нашего разъединения. И пляшут танец, семь сорок называется. Они приветствуют это. Недавно узнал в областные атаманы. Как там, выставил свою кандидатуру или даже это идет вовсю. Тот человек, который это самое, поддержал, сказал Никелю да. С Питера, с Москвы, с Сибири хлопцы приезжали. Когда мы говорили Никелю нет. С Астрахани, с Терека, отовсюду. Люди понимают, что это экологическая катастрофа. Центрально-серноземную это самое. Да, они там дадут людям типа рабочие места, чем они прикрываются. Глупость это все, рабочие места. У нас таких больниц нету, чтобы тех, которые там будут работать, потом вылечить. Почему-то в России вообще с медицинским образованием совсем плохо. Все, у кого какая-то проблема со здоровьем, все почему-то собирают. Вон, видите, телевизор. Люди ходят по маршруткам, собирают. Все собирают деньги на операцию в Германии или еще где-то. Наши врачи нас не смогут спасти. Особенно тех, которые будут работать на этом Никеле. Это единственная наша земля, единственная, где чернозем и все прочие. Вон, говорят, даже кубометр во Франции в музее лежит. И уже хотят и это уничтожить. Чтобы у нас не было возможности даже дышать, возможности даже пить воду. Мало того, что он баллотируется на областного атамана. Ну и к чему он приведет казаков? Чтобы все казаки, которые были против Никеля, сказали за Никеля. А я думаю, я не совсем дурак. Заплатили этому казаку. Тех, кто хочет никель добывать. Ну, никель добывали бы они где-нибудь там в Сибири. Или еще где-нибудь в Заполярье, или еще куда-нибудь подальше. Да пожалуйста. Нехай люди деньги зарабатывают. Я не против. Ну, в Центральном Черноземном регионе, который всю Россию, можно сказать, кормит, например. Добывать никель – это просто преступление. Это мое такое мнение. Что еще хотелось бы сказать? Вот. Я, допустим, не очень умный человек, а может быть даже не постесняюсь о себе сказать, что я полностью дурак. Вот. Поэтому я на круг не настаиваю. И там на кругу мы, казаки, соберемся, почешем репу и к чему-нибудь хорошему придем. Потому что пол головы хорошо, а полторы головы, наверное, получше будет. А так как там соберется побольше голов, то я думаю, что мы придем к какому-то хорошему, дельному решению. Именно круг является высшим законом для казаков. На этом кругу мы и определимся, кто нам мешает. Вот. Вот. Кто мешает по своей глупости. Ну, ладно, тех накажем и простим. Вот. Но кто-то есть такие, которые мешают нам, потому что им платят деньги. И их мы выведем на этом кругу. И чем больше нас соберется, тем этот круг будет лучше. И это не потому, что там, а, Корней собрал круг, тысячу человек собрал вот. И тысячу человек-то и казаков-то настоящих в Воронеже, в Воронежской области столько и нету людей. Вот. Вот. Но я выход вижу в этом. Кому устраивает, что их зовут клоунами, ряженами. Вот. Про них песенки поют непонятные, про медальки. Вот. Кого это устраивает, кто нашел себе это, живет, семью кормит, радуется. Те могут не приезжать на круг. Толку от них никакого. А кому больно, в душе больно, о том, что называют ряженами. И казачество дают синоним с козами связанными. Все приезжайте на круг. Без нас, без нас, ни вора, ни какого-то этого врага с нашего дома выгонять никто не будет. Это только можем сделать мы. Музыка. Музыка. Продолжение следует...